здравствуйте дорогие радиослушатели мы возвращаемся в программу политинформании сегодня мы говорим о прошедших выборах в украине значит в прошедшее воскресенье и говорим о том кто вышел во второй круг говори говорите да да говорите пожалуйста лично я ничего не имею против зеленского организовать в украине чтобы чтобы чихнуть нужно заплатить кучу денег а для того чтобы выйти на такой уровень как он вышел как вы думаете с этого бабла подоплотил чтобы так выйти на такой уровень и хотя бы начать чтобы начать это все было спасибо еврей и вы это который ходите на дом хотя бы раз не веду шаба украинские евреи ходили в синагоге я даже не видела всех евреев которые здесь ходите на годы из нашего бизнеса который держит здесь ни одного еврея ни в одной синагоге вот я ходил при ноутбук и ни одного еврея не видел это печально это печально извинение у бога что он только натворил белл спасибо звонок есть у нас да нету значит по поводу зеленского я ничего против не имею владимира зеленского единственное что меня смущает слово смущает а это полное отсутствие политического опыта сравнивать политику шоу-бизнесом это ну просто некорректно понимаете одно дело да он талантливый человек это все правда он из с нуля организовал огромнейший медиа бизнес это тоже правда и правда является то что господин коломойский стоит у него прямо за спиной это тоже правда говорите пожалуйста да ничего пожалуйста мне кажется что во первых у зеленского юридической образователь да это есть это раз и медиа бизнес он пришел из к в на он там какие какие-то места там он перешел организовал квартал 95 теперь мне кажется все можно набрать опыта во все честный человек это главное если он действительно честный человек и хочет помочь украине тогда будет все нормально понимаете но вся случае у порошенко порошенко уже провалилась пять лет слушаешь про украину люди люди едят хлеб и картошка потому что на нас и не хватает денег потому что все деньги все пенсии уходят на газ и электричество ну куда это годится ну что это такое но нормальная страна нормальные люди нормальное население и вот такому в таком состоянии но поэтому у него и 15 процентов поэтому его 15 процентов спасибо говорите а уже раз вы все до сути с момента появления путина в политической арене и вообще мира он неоткратно пытался повлиять на течение выборных выборов на выборы на украине скажем так первый раз пытался против люченко настроить януковича но так и раз у него не получилось но во второй этап после люченко янукович все же стал президентом чтобы повлияло на исход и вот этих крымских и донбасских луганских событий а вот как вы думаете и имел ли может ли он выполнять на вот нынешние выборы и если да то кто его вы знаете честно скажу я думаю что он повлиять на выборы в украине на сегодняшний день не может фаворитом у него был естественно бойко и значит за бойко стоял медведчук бойко вообще представитель будем так быть русскоговорящей украины я думаю что в нынешней ситуации которая сложилась до владимир зеленский и петр порошенко владимир путин естественно не на стороне порошенко просто не на стороне порошенко у них отношений вообще никаких не я думаю что политэлита россии очень рассчитывает на то что зеленский выиграет эти выборы и вот с ним можно будет как-то договариваться но я думаю что не все зависит от зеленского короля играет свита так что посмотрим и звонок пожалуйста говорите еще раз хочу да пожалуйста скажите пожалуйста о каком опыте в политике вы говорите то есть чего у него нет опыта в политике с кем чем политика политика это очень многослойная как сказать многослойная игра понимаете это очень грунт это да это давайте мы не будем перебивать я же вы спросили я вам отвечаю в политике это многослойная игра в том плане что это договоренности это с это ситуации различных где нужно уметь быстро принимать решения где очень много зависит от того кто с тобой рядом на удаленности либо приближен приближенные люди которые приближены к себе политика это профессия понимаете вот надо 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 уметь разговаривать на очень высоком уровне понимаете во первых политика это компромиссы в определенной степени вот и все отставление интересов собственного государства собственных идей я не слышал например чтобы владимир зеленский даже представил свою программу экономическую вот и все я это не слышал ей звонок пожалуйста говорите добрый день добрый день я с вами не буду спорить опыт конечно хорошо давайте вспомним сколько ошибок я же не спорю с вами я не против зеленского понимаете я просто говорю что даже не опытный человек если он в общем-то думающий порядочный и это может сделать очень много сейчас страны я хочу вам сказать другое я звонил в киеву и не это у меня друзья там правда они все бывшие военные так вот все бывшие военные и проголосовали за порошенко и сколько я им не говорил про информацию ворует и все они голосуют за порошенко военные большими званиями то есть они в отставке все по возрасту но все равно они мне говорят что а вот он они не понимают как зеленский будет разговаривать с этим ну с путиным по крайней мере не говорят спасибо спасибо говорите говорите прошел звонок звонков пока нету да в том то вот весь вопрос а появился звонок давайте мы вас слушаем да извините а вы знаете мне кажется отсутствие опыта в политике намного лучше чем его чем присутствие и предыдущий человек правильно сказал что посмотрите что надо наделали профессиональные политики в израиле что что они до сих пор наделали в украине и никто с путиным разговаривать не будет как порошенко не разговаривал так и эти люди не будут зеленского и если послушать белковского или юрия ватынина так они считают что для путина лучше порошенко для путина лучше порошенко в том смысле что он абсолютно смыслах смысле того что его фабрика находится в россии почему-то смотрите на сегодня лучше что порошенко был украина то что вы себе придумываете это неправильно спасибо спасибо говорите здравствуйте кто-то за кем-то боролся или шел как говорится с ружьем в одиночку кто-то за кем-то стоит кто-то кого-то поддерживает даме там и прочее-прочее но что самое главное что самое главное у зеленского он подобрался хорошую команду как и в портале 95 и я не дает и не сомневаюсь что вы подняете команду которая будет у него прежде всего что ему нужно будет бороться это с криминалом и с этими кланами это вот номер один который будет большая большая проблема спасибо спасибо ей звонок говорите добрый день братья брумеры да вы на полном серьезе верите что порошенко действующий президент за которого проголосовали даже не подконтрольные территории горловка дебальцева и прочие объекты днр даст выиграть какому-то шуту или пояцу выборы а вы считаете что зеленский не выиграет вадим алё а вы считаете что зеленский выборы не выиграть порошенко останется у власти да я так считаю я не тоже считаю я знаю потому что соединенные штаты сделали ставку на порошенко и они менять человека на какого-то клоуна и шута не будут спасибо спасибо я с вами вадим полностью не согласен потому что это очень примитивный взгляд на то что происходит в украине говорите пожалуйста я хочу сказать что вот пусть люди наши пойдут на youtube и послушать там было интервью зеленским двое корреспондентов или эту беседу он очень умный парень он и все разложил как он будет бороться не очень хорошая программа потом они мы приписали на коломийского он горит я вы даже не знаем на каждом канале он только говорят что за моей спиной стоит могут это все неправда потом и у него был вопрос как он ну почему я решил вот бороться за это место он говорит что много лет года три тому назад и без конца ему пишет чтобы он значит попробовал значит баллотироваться он хотя все время не хотела год но наверно пришло это вот ну короче я по я понимаю это умели понимаете там очень много интересных вопросов потом он за коррупцию говорил как бороться а насчет вот этой донбасса и так далее вас просили тоже он сказал что я считаю что он говорит люди не должны гибнуть пока ни в коем случае он говорит чтоб ни один человек не должен он говорит умирать он говорит и я буду вести диалог путины только диалог дипломатия очень много интересного он очень умный парень и сказал что у него будет хорошая команда спасибо спасибо большое и звонок пока нету зеленский владимир звезды симпатичный человек никто с этим не спорят симпатичный интересный с юмором талантливый человек я могу много эпитетов сказать плюс ему никто не это он действительно будем так говорить но найти политика есть политика человек приходящий в политику и пытающийся стать значит президентом или премьер-министром в какой-то стране или создать партию он всегда декларирует одно и то же везде всегда одно и то же я думаю что порошенко тоже не хочет чтобы гибли люди военные не на понимаете я не сторонник скажу честно да вы скажу своими я не сторонник порошенко но я не хочу чтобы будем демонизировали что вот порошенко такой такой да он человек которого действительно и это правда его состояние там 16 миллионов поднялась до каких-то умопомрачительных цифр и действительно то что и это правда и это будем так быть если в америке за спиной трампа стоит республиканская партия почему нет да то есть они как бы ну это отдельный разговор как они стоят это другой вопрос то за любым кандидатом естественно стоят какие-то денежные мешки а почему нет каждый ищет свои свою выгоду в том или другом кандидате это тут тут сомнений даже нету всегда спонсируется любой кандидат как говорится если этот кандидат выигрывает естественно он должен будет потом отдавать долги тем кто спонсировал его кандидатуру коломойский будем так ведь чтобы не говорил владимир зеленский чтобы не говорю владимир зеленский что за его спиной никто не стоит это немножко как бы так смешно звучит это уже показывает его как хорошего политика на знают как правильно отвечать на вопрос другой стороны может да я я я и соглашусь что он знает как отвечает это придется ли владимиру зеленскому значит встречаться с путиным и договариваться сейчас никто это сказать не может ты себе представляешь на секундочку если я это просто я не говорю про зеленского я просто задаю вопрос если зеленскому придется встречаться с таким как сергей лавров представляешь какую мочалку он сделает и зеленского на уровне дипломатии вопрос заключается в труда и понимаю понимаю что ли дело в том что это может быть а может и не быть вообще спрогнозировать зеленского я с многими нашими радиослушными тех кто звонил в чем-то могу согласиться в плане того что не выбрать опытные политики на сегодняшний политический век допустили действительно очень много грубых непростительных ошибок вот сегодняшний планки не допустили ядерной войны это первое на допустим имея столько держав с яверным оружием не допустили ядерной войны я с тобой я с тобой согласен но как говорится к ним есть очень много претензий есть два звонка можем принять говорите пожалуйста говорите нету говорите нету звонков и звонок нету пока да владимир да будем так говорить что владимир зеленский я думаю что скорее всего скорее всего я так дал бы процентов 85 он станет президентом украины потому потом просто причине что категория те люди которые голосовали те люди которые голосовали до забойко и за тимошенко а именно эти кандидаты после порошенко и зеленского направили больше всего голосов скорее всего эти люди зеленскому отдадут голоса просто как для надежды говорите пожалуйста вообще вообще было бы очень интересно а когда зеленского есть ли его изберут президента было бы очень интересно наблюдать за тем как он во первых будет формировать команду а во вторых очень много да короля играет свита все мы это знаем а во вторых будет интересно как он будет строить отношения со своим главным оппонентом или врагом как хотите можете сказать россии это это очень важный вопрос спасибо у нас есть звонок еще говорите пожалуйста добрый день добрый меня зовут исаак очень приятно я никак не понимаю жили вы ребята все глухие и не понимаете что в своем творчестве говорит зеленский зеленский никакой не еврей он евреи антисемит человек который не только клевещет на еврейский народ но он придаст любой народ который он возглавит не верьте зеленскому спасибо спасибо я извините с вами не соглашусь потому что тот юмор который он проповедует зеленский и то что я видел то о чем был это довольно такой на эти если послушать кстати жванецкого можно тоже его возненавидеть это это так слову я не видел ничего чтобы зеленский выступал против евреев как-то евреев ненавидел но давайте помнить о том что он хочет стать президентом не израиля а украины поэтому его отношения к еврейскому вопросу это как говорится совсем немножко другой этой другой области поэтому мы этого не касаемся вот самое главное по моем понимании что должен сделать владимир зеленский я так думаю если он станет президентом а я думаю что он скорее всего станет президентом потому что по всем значит предсказанием по всем опросам и так далее так далее он набирает больше пятидесяти процентов голосов это сегодня была информация ну как бы условно но все-таки у порошенко намного намного меньше голосов там как говорится даже вопросов нет самое главное если владимир зеленский построить свою команду найдет что сказать оппозиции и найдет правильную работу с украинским парламентом тогда у него конечно может что-то получиться тогда он сможет и украину толкнуть в экономическом плане вперед сможет или постарается по крайней мере значит остановить войну в донбассе и ну не знаю как у него будет как ему придется договориться с россией это самый главный вопрос тут прогнозирует очень тяжело и звонок говорите говорите пожалуйста он должен стать он должен стать президентом и его должен помочь коломойский потому что так я узнал что очень коломойского порошенко издевательски отмену селка все самое на лучшее спасибо а ей звонок еще говорите пожалуйста у у нас мало времени говорите да я хотел бы сказать а насчет экономические программы зеленского которым не очень понравилось и как я не слышал никогда нигде во первых он сказал что в первую очередь надо понимать закон об импичменте президента и этот закон из этого закона будет следовать что и депутаты парламента тоже могут подвергаться импичмент дальше его мнение об олигархах что надо исследовать их капиталы и если они говорится не заслуженно получены их надо конфисковать у нас остается минута времени вы скажите пожалуйста вы поддерживаете зеленского или вы поддерживаете порошенко безусловно я поддерживаю зеленского потому что у него программа которая никогда не слышал я понял вас спасибо большое а у нас осталось пару секунд да чтобы просто значит обобщить то о чем мы говорили значит напоминаю что 21 апреля в украине пройдет второй тур президентских выборов в которых вышли владимир зеленский и петр порошенко по всем опросам которые значит на сегодняшний день существуют владимир зеленский выиграет в этих выборах время покажет что произойдет в украине желаем удачи и тому и другому кандидату всего вам самого лучшего берегите себя до свидания